Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер всем! Я очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. В эфире очередной информационный блог от Славянской Церкви здесь, в городе Сакраменто. Начну, как всегда, с информации о субботнем служении. В эту субботу, наконец-то, я буду проповедовать в Славянской общине. Так сложилось, что в связи с разными поездками и событиями я уже давно не проповедовал тут. Так что молитесь о моем служении, чтобы та весть, к которой я буду обращаться, она была вдохновлена Духом Святым. И чтобы Бог меня использовал как орудие в руках своих и расположил все наши сердца для восприятия Его Слово. Так что приглашаю всех на наше служение. Напоминаю об осложнившейся ситуации с коронавирусом вокруг нас и разными заболеваниями ОРВИ. Пожалуйста, будьте внимательны, если вы видите какие-то симптомы в себе или в вашей семье, родных и близких. Будьте осторожны. И мы все же рекомендуем, чтобы при таких обстоятельствах вы воздерживались от посещения богослужений. Лучше присоединяйтесь к нашему служению онлайн. Божьих вам благословений. Будьте здоровы и берегите себя. Ну и думаю, что как раз в тему только что сказанного объявления в эту субботу вечером в 6 часов мы предвышаем всех вас на служении от отдела здоровья нашей общины. Как раз тема будет касаться разных ОРВИ заболеваний, почему они там в этот период, скажем так, учащаются, с чем это связано, каким образом можно профилактировать эти заболевания или даже и лечить, если это уже случилось. Так что всех вас приглашаем не пропустить это служение. Это, как всегда, будет очень познавательно и интересно. Напомню, это служение будет в эту субботу в 6 часов вечера. Также хочу сказать, что в эту субботу после утреннего служения руководитель детского отдела Лилия РИЗА приглашает всех родителей, у кого есть дети от 0 до 15 лет, на родительское собрание. Друзья, эта встреча очень важна, поэтому мы просим, чтобы вы сделали все возможное от себя для того, чтобы не пропустить эту встречу. Напоминаю, она будет сразу после утреннего служения в большом зале. Просто приглашаем вас сесть на передние ряды. Также хотим сообщить, что в эту субботу в 6.30 вечера начинает свое служение новое молодежное движение нашей церкви LED. Думаю, что эта аббревиатура многим известна, так как мы используем везде LED свет. Это уже, думаю, само собой понятно, что направление этого служения быть светом в окружающем нас мире. У них есть очень много планов и идей, каким образом можно осуществлять это все в жизни, но начинают они с молодежного служения. Так что в 6.30 в малом зале мы приглашаем всю молодежь на это служение, ну а также тех, кто чувствует себя молодым духом. Итак, помните, в 6 часов вечера в основном зале у нас будет служение отдела здоровья, а в 6.30 в малом зале молодежное служение от молодежного движения LED. Так что у вас есть выбор, приглашаем вас не пропустить эти служения. Перехожу к молитвенному блоку, и я хочу вас спросить и дальше молиться за нашу сестю Ольгу Козыренко, Валентину Жигайло, за нашего брата Сергея Веденичева и за всех тех, кто болеет в нашей общине. Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог их хранил и поддерживал рукой своей. Я знаю, что проблема здоровья очень часто возникает в наших молитвенных просьбах, но я понимаю, что пока мы живем на этой грешной земле, мы всегда с этой проблемой будем сталкиваться. Поэтому, пожалуйста, не переставайте молиться за наших братьев и сестер. Я от всего сердца благодарен всем тем, кто молился за мою поездку с молодежью в Вашингтон, Ди Си. Слава Богу, все вернулись живы и здоровы. Уже после чуть заболели, но думаю, что все поправятся очень скоро. Поездка была невероятной. Масса удовольствий от общения с ребятами. И, конечно же, очень много было впечатлений от тех экскурсий, которые у нас были. Особенно нас впечатлил музей Библии. Нет слов, чтобы передать, насколько мы были восхищены всем тем, что мы там увидели и услышали. Поэтому, если у Вас будет возможность, обязательно посетите этот музей. Еще раз большое спасибо за Ваши молитвы. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за ту ситуацию, которая сейчас в Украине. Чтобы Бог разрешил эту проблему как можно скорее, чтобы война прекратилась. Чтобы люди могли вернуться к мирной жизни. Поэтому, пожалуйста, не переставайте молиться и об этом тоже. Ну и в конце, как всегда, хочу прочитать текст из Священного Писания. Это 10-й Псалом, 7-й стих. И тут сказано. Дай Бог, чтобы наши дела были праведны, а наша жизнь была праведной и чиста. Пусть Бог хранит каждого из нас. Все вам наилучшего, дорогие друзья. До встречи на наших служениях в эту субботу. Тут, в молитвенном доме или же онлайн. Текст из Священного Писания